МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архенгельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – арт-волонтерство и арт-педагогика. Но прежде чем я начну разговор с моими собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим все же. Детям с особенностями развития трудно взаимодействовать с миром повседневности. Обычные дети учатся, чтобы приобретать знания, а особые должны учиться самой жизни. Их адаптацией и развитием социальных навыков занимается коррекционная педагогика. В последние годы содержание коррекционного обучения серьезно изменилось. Детей с особенностями теперь вводят в большой мир через творчество. Занимаются этим не только профессиональные педагоги, но и волонтеры. Они делают с детьми мультфильмы, рисуют, лепят из пластилина, фотографируют. Самовыражение через творчество помогает особенным детям осознать себя в мире, научиться общаться, победить страхи. Но арт-педагогика – это улица с двусторонним движением. Волонтеры утверждают, что проживая часть своей жизни рядом с особыми детьми, научившись видеть мир их глазами, они сами тоже меняются, открывают себе неожиданные стороны. В России существует несколько театров, где актеры – дети и взрослые с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями. В Москве при полном зале уже несколько раз играли спектакль «Прикасаемые», в котором вместе с профессиональными актерами заняты дети из интерната для слепоглухих. Единственно возможный для них контакт с миром – прикосновение, тактильное общение. В интегрированной театральной студии «Круг» занимаются подростки и молодые люди с разными психологическими проблемами – от серьезных психиатрических диагнозов до небольших особенностей развития. А в Центре лечебной педагогики есть джазовый ансамбль, который регулярно выступает с концертами. Работа творческих людей, волонтеров с особыми детьми – это дань моде или обоюдная потребность? Есть ли будущее у этого движения? Или оно становится утопией и практикой для немногих? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Наталья Тимофеевна Попова, руководитель интегрированной театральной студии «Круг», клинический психолог, режиссер. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Олеговна Крылова, организатор Московского фестиваля школьных музыкальных театров «Сотружество искусств». Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Львович Семенов, ректор Московского государственного педагогического университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Александрович Мелик Пашаев, доктор психологических наук. Здравствуйте. Григорьевна Липман, заместитель директора Московской международной киношколы. Добрый вечер. Анна Михайловна Щербакова, профессор кафедры специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной психологии Московского городского психолога педагогического университета. Добрый вечер. Уважаемые собеседники, мы слышали звон, не знаем, где он. Вот выражение арт-педагогика, арт-волонтерства я слышу, а когда это явление появляется в нашей с вами практике? Оно ведь не такое давнее. Может быть, вы скажите. Ну, я могу сказать о своем опыте. У нас на факультете вот такое арт-волонтерское движение, ну, 15 лет уже существует. И студенты работали в самых разных средах, в том числе и в больницах, и в детских домах. Волонтерами выступали в том числе на фестивале «Портеатр», который инициировал, много лет проводит круг под руководством Натальи Тимофеевны. Если говорить о тех волонтерах, которые волонтерствуют в нашей театральной студии, то это бывают дети старше 18 лет, это бывают психиатры, которые так увидели, например, наши спектакли и сказали, вот здорово, совершенно другой тип отношений, совершенно другая жизнь, можно мы придем попробуем. Приходят и вот в течение года работают уже у нас. Бывают профессиональные артисты. Люди приходят и говорят, что, ребята, это какой-то другой театр, инклюзивный театр, он живет другими смыслами, другой активностью, другими отношениями. Здесь совершенно новые театральные технологии рождаются. Мы хотим с вами какое-то время пожить. И, ну, волонтерство, с одной стороны, люди приходят добровольно, но если они пришли и сказали, мы хотим, то на них накладываются какие-то обязательства. Они не могут потом, например, сказать, что они придут и не придут, потому что на них уже рассчитывают, к ним уже привыкают наши актеры. Если запал закончился, если они уже не видят тех смыслов, которые они видели в этой деятельности, они могут уйти, конечно же. Но важно понять, что волонтерство – дело ответственное. Ольга Григорьевна, у вас ведь школьники? Да. У нас двойная ситуация. С одной стороны, арт-педагогика, она применяется в самой киношколе. То есть все, что мы делаем в киношколе, теперь уже в киноколледже – это арт-педагогика. Наши самые младшие школьники – седьмой класс. И при этом, ну, как бы они работают в условиях реальной ответственности и реального производства, как будущие деятели искусства, кино и театра. А к работе с такими сложными группами сверстников или тех, кто их младше, или тех, кто старше, они приходят добровольно. Смысл этого проекта в том, что именно школьники, молодые люди, подростки работают со своими сверстниками, с теми, кто их младше, и с пожилыми людьми в домах престарелых. Или иногда в тех местах, куда никто никуда не приходит – в палатах милосердия, в интернатах, в домах престарелых. Чтобы они, как люди, которые будут иметь дело в будущем с искусством, ну, с самого начала, с раннего возраста учились сочувствовать, сопереживать. Сначала едем, например, в детский дом, и там с ребятами из детского дома делаем спектакли, концерты. Потом едем вместе с этими концертами в дома престарелых, или в дома малюток, или в интернат, в палату милосердия, где очень больные дети. И, ну, наши ребята видят все это, непосредственно с ними вместе делают творческую работу. И потом стараются ее передать другим. Правильно ли я понимаю, что часть арт-волонтерства – это вовлечение вместе с детьми или людьми с ограниченными возможностями в общие проекты? А часть арт-волонтерства – это психологическая помощь через искусство людям, которые оторваны от гущи современной жизни? Или нет? Ну, в нашем случае это, да, двойное действие. Смысл в том, что наши ребята и педагоги приезжают к ним в эти очень часто закрытые дома и делают совместную творческую работу. Причем, ну, вид искусства, он выбирается в зависимости от особенностей. Если это ребята, например, с проблемами в двигательных системах, то мы с ними работаем с помощью мультипликации. Иногда с помощью театра. Вот такие совместные постановки, в которых наши ребята играют второстепенные роли, но в то же время выступают, ну, как бы, ведущими. В смысле, они ведут, а ребята, которые с особенностями, у них главные роли, и их видно, слышно, но при этом, ну, как бы, понятно, что им нужна помощь, поэтому ребята наши выступают как помощники. А ваш театральный фестиваль, он включает кого? Для кого? Ну, он школьных музыкальных театров, разные совершенно театральные группы, и театры, которые существуют уже лет по 20, уже там высокий уровень, и театры, которые вот только-только организовались, вот они совершенно разные. То есть это школьники и это музыкальный театр. Вот как бы, что охватывает этот фестиваль. Ну, а арт-педагогика и арт-волонтерство как связаны с этим фестивалем? Ну, арт-педагогика у нас подход не конкурсный. Что вот это дает детям, которые участвуют вот в этих спектаклях? Далеко не все из них, они свяжут свою жизнь с искусством, и станут там артистами и так далее. Они вот там станут кем угодно. Что это дает детям? Это дает им очень многое. Целый веер положительных последствий. Если сказать кратко, то это опережающее интеллектуальное развитие. Это социализация детей в обществе. И это первичная профилактика социальных явлений в молодежной среде однозначно. Арт-педагогика – это и работа с творчески одаренными школьниками. Это и вовлечение студентов или старших школьников в постановки, анимацию, произведения искусства для и вместе с людьми с ограниченными возможностями. Все-таки есть какая-то область, которая говорит, вот это арт-педагогика, она про это или нет? Можно представлять себе вот это занятие искусством как одну из возможных форм волонтерской, арт-волонтерской работы. То есть есть душевно отзывчивые и такие энергичные люди, которые могут проявить свою вот эту открытию, желание помочь в самых разных областях, с помощью разных средств, в том числе и с помощью искусства. И здесь искусство не будет главным. Но где-то есть грань, когда именно терапевтические, профилактические и творчески развивающие возможности искусства, они, наверное, начинают приобретать большую роль. И, наверное, в вашем случае это так, потому что там и люди-то уже на этот путь встали, которые этим занимаются. Тогда этот душевно отзывчивый волонтер, он должен какую-то приобретать в какой-то степени и понимание и знание специфики искусства. Тогда, если это действительно будет распространяться, ну, наверное, о каких-то курсах специальных должен быть. Я еще раз, я не очень понимаю. Вот арт-педагогика – это про что? Что такое арт-педагогика, да? Что это такое? Ну, вот как мы сейчас ее понимаем, потому что то, что вы сказали, очень важно. Мы сейчас как раз работаем над созданием специальной программы подготовки арт-педагогов. Сначала, как вы точно сказали, нужно, чтобы человек себя почувствовал в том искусстве, с помощью которого он будет потом работать. Очень важно, чтобы он стал специалистом в области, в какой-то области искусства, для того, чтобы у него были глубокие средства работы. Получается, что этот специалист, он очень глубоко должен разбираться, ну, как минимум в трех областях – в искусстве, в педагогике и в психологии. Ну, в идеале в медицине. Потому что действительно получается, что только тот, кто очень глубоко разбирается в каком-то искусстве, может потом перенести это на человека. А человека при этом, ему надо понимать тоже очень глубоко, потому что каждый имеет свои особенности восприятия и в силу возраста, и в силу социального положения, и в силу состояния здоровья. И получается, что это глубочайшее такое искусствоведческое понимание, да, практическое работа, что я понимаю про это искусство, Я могу сделать что-то с помощью этого искусства. И я понимаю человека, который передо мной. И вот такой тройной специалист – это очень уникальный должен быть человек. А вы готовите таких специалистов? Ну, как раз у нас идут разговоры уже не первый год о том, что совместно наш Московский педагогический государственный университет может вместе с колледжем что-то делать. Но мне кажется, что когда мы говорим про педагогику, это не просто педагогика, как уроки музыки, или уроки театра, или уроки живописи. На самом деле достижение некоторых общепедагогических задач, общечеловеческих, я бы даже сказал, которые достигаются внутри искусства. Так всегда бывает. Мы надеемся, что на урок физики человек хочет не только физику, научить, например, объяснять, доказывать и так далее. Изучать природу в целом. А физика – это узкая часть. Точно так же, когда мы говорим сегодня арт-педагогика, это на самом деле означает, что мы достигаем более широких целей средствами искусства, работая с искусством. Но оказывается дальше, что для некоторой категории детей, ну и более взрослых там стариков, вот именно через искусство удается достигнуть того, что не достигается через математику, физику и так далее. А волонтеры возникают от того, что у человека есть стремление помочь другому, даже когда он не очень высок в своем живописном творчестве. Вот так было говорилось, что некоторые приходят профессиональные актеры, режиссеры работают с этими детьми. А есть просто те, которые главные озадачены той общей человеческой задачей, куда они этого ребенка втягивают. У меня наши собственные студенты действительно выступают волонтерами в тех или иных конкретных контекстах, о которых мы говорим. Но действительно важно, что это не обязательно высокие профессионалы, а это могут быть просто увлеченные этой идеей люди. Ну вот, скажем, там есть такая вот Вальдорфская школа, где работал Полипинский и так далее. Там огромная часть вот этой самой идеи Вальдорфской педагогики именно состояла в том, чтобы средствами искусства решать важные человеческие задачи. И там не было профессионала фактически, там кто-то вырослал в профессионала. Поэтому вот, мне кажется, это сочетание того, что для каких детей это особенно важно, иначе мы не достучимся, не решим эти задачи общепедагогические и общепсоставительные. Ну, наверное, к восприятию арт-педагогики тоже надо каким-то образом готовить, и волонтеров надо готовить. Хорошо, вот волонтер пошел, движимый благородным чувством, в общий проект с детьми с особенностями. Ну, привести пример. Но он же может выгореть еще в детстве, если он психологически к этому. Он должен быть неравнодушным, не слишком близко к сердцу принимать, потому что иначе он не сможет быть на равном. К нам приходят волонтеры в такую пластическую студию, где процентов, ну, наверное, 50-60 детей с ограниченными возможностями здоровья, как принято их называть. Это дети с даун-синдромом, с церебральным параличом, но они уже прошли долгий путь в том искусстве, который они выбрали. И они занимаются по особой методике, они занимаются вот в направлении пластического театра. И к нам приходят после спектакля очень часто люди, которым кажется, что у них уже все есть. Например, психологи. Они прошли магистратуру, и они говорят, что, ой, как здорово и интересно. В принципе, вот мы, например, даже танцуем немножко. Вот, я говорю, конечно, приходите на тренинги к нам. И они начинают участвовать в тренинге, и они видят, что ребята с ограниченными возможностями здоровья лучше делают все задания. И у нас два волонтера вот сейчас ушли, и ушли, знаете, куда? В контактную импровизацию. Они говорят, ну вот мы немножко позанимаемся. А что такое контактная импровизация? Это современный танец, который вот в контакте через ощущение движения осуществляет коммуникацию. Это такой вид танца, который специально основан на таком физическом плотном контакте. Вот. В пластическом театре это важная очень технология. И они ушли, и они говорят, мы придем к вам через год. Мы не готовы быть у вас волонтерами. С точки зрения психологии мы все чувствуем и понимаем, но с точки зрения пластического театра мы не готовы помогать. Мы чувствуем, что ваши ребята должны нам помогать. Понимаете? Очень верное замечание насчет неподготовленной инклюзии, которая приносит больше вреда, чем пользы. И то же самое можно сказать о, так скажем, волонтерстве от доброго сердца. Это прекрасно. Но когда мы говорим, ну, в частности, о детях с ограниченными возможностями здоровья, там надо знать очень много специфических вещей, потому что с добрым сердцем можно просто нанести вред. Да и своему доброму сердцу тоже можно нанести вред, если оно не готово. И, конечно, вот у меня сейчас магистрантка, она пошла работать в волонтерскую организацию с онкобольными детьми. И через несколько встреч она сказала, что я перестала спать, а мне плохо. Я говорю, давай-ка мы на эту тему поговорим. И вот эти темы мы рассматриваем давно уже. У нас программа называется «Тяжеловесно. Клиника психолого-педагогические основы реабилитации творческими видами деятельности». И фактически все наши слушатели этой программы, они работают с волонтерством в такой серьезной клинике, в которой нельзя войти без подготовки. И да, конечно, эта подготовка не в искусстве, я с вами совершенно согласна. Речь идет не о том, чтобы готовить детей, находящихся или в госпитальных условиях, или в приютах и так далее, к достижению творческих высот. Там совершенно другая задача. Потому что ребенок, вот средства, обладевая такими видами деятельности, которые мы называем продуктивной, да, вот он получает какой-то продукт, рисунок, поделку, фильм и так далее. Он становится творцом, он становится не так зависим от окружающей среды, где он часто и обезличен, и беспомощен, ему больно, ему страшно может быть. И вот я хотела бы привести короткий пример. Мы делали исследование в психиатрической больнице, ну вот отделение для подростков. Это дети, долго переживающие госпитализацию, не месяц, иногда полтора, иногда два. И вот мы проверили, ну а какая это среда? Значит, из обследованных детей только 20% выходят вообще из отделения ногами в школу, которая на территории больницы. То есть 80% находятся все время в отделении. Личных вещей оказалось только 30%. Они принесли из дома что-то, остальных, то есть вот индивидуализированной среды вообще нет. Они отмечают, что они не чувствуют это место, в котором они проводят ни день, ни два, как свое. Они отмечали, что к ним приезжают волонтеры, и они всегда рады этим приездам. Всегда рады этим приездам. И очень важно, что 100% сказать, что они хотят быть участниками этих проектов, не зрителями. И мы вот проводили такой уже в рамках работы исследовательской проект, такой дом моей мечты. Вот дети, которые в этом пространстве лишены домашних стен. Это дети психически больные, они на фармакотерапии тяжелой. Вы знаете, ни один ребенок не отказался. Им было тяжело физически, но они работали полтора-два часа, они создавали поделку этого дома. Она была совершенно не эстетична в таком полном смысле слова, но все дети захотели эту поделку взять с собой в отделение, потому что это их дом, о котором они рассказывали, который они обустраивали. И вот здесь, если дать реплику относительно того, что такое арт-педагогика, я думаю, что это снабжение детей средствами выразительности. Потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что ребенок копит в себе какие-то впечатления не потому, что он такой закрытый, не потому, что он такой вот не выпускает из себя каких-то чувств, мыслей, а потому, что он просто не умеет работать руками. И арт-педагогика, мне кажется, начинается с того, что ребенок должен осваивать вот эти самые практические способы преобразования предметного мира, чтобы он мог нечто создавать. Ну и последнее. Я совершенно согласна, что клинику надо знать. Она не безразлична. Тут важно не только, с чем я пришел, но и как я подошел. Мне кажется, что вот тут в этой дискуссии возникают некоторые очень важные элементы вообще современной педагогики. Что все больше и больше мы говорим о том, что человек учится, что-то делая, достигая все время каких-то ясных, видимых результатов. Это не академическое знание. Вот ты выучил такие-то, опять-таки, даты и формулы. А ты что-то сделал. Это может быть представление концерта. Это деятельностный подход, который мы говорим, который реально реализуется в этой арт-педагогике. Второе, что тот педагог тоже чему-то учится. Безусловно, очень здорово, если эти будущие наши арт-педагоги будут все знать. И дефектологию, и медицинские знания, и искусство, и соответствующие и так далее. Очень хорошо, что у вас мечта, что вы всему это научите. То есть две вещи. Это учение как деятельность и учение в деятельности. И второе, что учитель не знает заранее все, а учится тоже в ходе работы с детьми. Мне сказали, вот вся деятельность Евгения Александровича Ямбурга – исходная школа для всех. Вот сейчас как раз 40 лет этой школе. И все помнят там фигуру Акуджавы, стоящего во дворе этой школы Франгуляна. Он работал всегда и в больнице с тяжелыми детьми. И сейчас Ездов сразу же тоже включился во всю эту историю. И все эти люди, после чего, волонтеры. Потому что это учителя, которые исходно все-таки не имеют специальных знаний, их приобретают в ходе работы. И вот эта арта очень существенна. И исходна была для Ямбурговской школы, и вот для тех новых детей, которые туда пришли. И действительно сразу видно, что ты сделал. Это очень важно. И если это изобразительное искусство, если это театр, все это особенно важно. Ну, арт-педагогика – это только история про детей с особенностями? Или она распространяется на всех? Ну, сегодня мы об этом говорим. А все это общий принцип, мы с этого начали. Я думаю, что, конечно, на всех. Вот вы работаете. Всех без исключения. Ваш проект с чем связан? Все дети. Все. Все дети. Есть и инклюзивные дети, универсальный метод. Ну, знаете, это просто такая картинка. Я ехала на один спектакль в Электрогорск. Там физико-математический лицей. И театр там создал учитель информатики. И когда я туда подходила, я видела группу из там шести семи подростков, которые катались на магазинной тележке, пили пиво и что-то там орали. Я пришла, вот этот лицей, точно такие же подростки, такого же возраста, с огромным воодушевлением играли про граф Монте-Кристо, где они все поставили, сшили костюмы, сделали декорации. Вот, пожалуйста, вот это совершенно другие. Вот ими просто занимаются. И это уже не те дети, которые пойдут там что-то ломать и так далее. То есть у них уже создана вот эта вот среда, в которой они могут проявить свои творческие способности. И ни один из них не собирается становиться вообще артистом. Сан Савченко. Я несколько раз читал небольшие курсы. Как раз вот там, где Анна Михайловна работает с этими студентами. Я помню, что я заметил, но не сразу до меня дошло, что как и почему, что эти молодые люди, ну, отличаются от большинства других. Какой-то большей глубиной и большей отзывчивостью. А потом, ну, так вот, вживую совсем с такими съемными волонтерами, я впервые увиделся вот там, где в общественной палате, где вы рассказывали о школе. Я, честно говоря, пожалел, что у меня в чувствительном возрасте вот такого опыта не было. Ну, правда, есть и серебряные волонтеры, говорят, но, по-моему, я уже и к этому цвету тоже уже не очень подхожу. Вы золотой волонтер. Мне кажется, очень важно, чтобы студенты действительно реально кого-то учили. Это еще одно измерение. В этом смысле можно посмотреть действительно вот на наших девочек из института детства, которые, с одной стороны, проходят тоже и театральную педагогику, и сами в театре что-то делают, и искусство у них есть, и музыка, и все, в том числе, там, Офровская педагогика. А с другой стороны, они серьезно приходят в школу, и там серьезно уже в детский сад там работают. И в этом смысле, вы бы тоже посмотрели на них, у них другие глаза, потому что они уже отвечают за ребенка. Да, и вот что мне показалось очень важно в том, что они говорят, в том, что я читал немножко. Собственно, для них это общеизвестно почти, а для меня было новостью. Они говорят о том, что эта работа волонтерская, она им нужна не меньше, а, может быть, и больше, чем тем, кому они помогают. То есть тут нет такого, что великодушный человек, он оказал помощь, и такой усталый, но довольный, и он вернулся. Нет, они получают сами больше. И я понимаю, что? Ну вот мы говорим, другие, дети другие, они какие-то другие, это все вежливо, но они же мы все другие. Но они не просто другие, они совершенно другой крест несут, невероятные тяжести. И вот человеку, молодому понять, что этот, который перед ним, что ему трудно слово сформировать, что он не может руку направить, куда нужно. И вот через эту толщу, вот непригодного вроде бы для жизни тела, пробивается какая-то его творческая душа с помощью этого волонтера. Это, конечно, опыт невероятной ценности. И сам себя ты же иначе начинаешь понимать, что для меня-то этой трудности нет, а вот оказывается, может быть, так. Был один случай в одной анимационной студии, где дети вот такие больные, там тяжелый колясочник был мальчик, который и не говорил, и не владел произвольно своими движениями. А они делали анимационные фильмы, старались сделать, чтобы это коллективная работа была. Но там руководитель даже придумывал какие-то технические приспособления или сам поддерживал, чтобы он мог рукой водить, как нужно. Но был момент, когда он начал класть какие-то яркие, красивые пятна цвета, и ни он, ни другие не заметили момента, когда он уже стал без всякой помощи этой машины или взрослого человека водить рукой. То есть вот эта творческая духовная энергия, она оказывается в каких-то случаях сильнее, чем физическое бессилие. Вот это, конечно, опыт совершенно поразительный. И он для этих людей... Вот очень важно, что вы сказали, что не только они искусством помогают, как волонтеры, вот таким или одиноким людям, или старым людям, то есть вот не таким, как они, но они через это и в искусстве приобретают большую глубину, потому что, конечно, какое серьезное искусство может быть без проникновения в душу другого. Вот это очень важно. Ну, а вообще-то говоря, я совершенно уверен, что волонтерство, как расширение возможностей педагогики искусства, оно просто социально у нас необходимо, потому что искусство из общего образования, ну, что там говорить, выдавливается, дополнительное становится платным все более и более. А существуют такие вот то, что и вы сказали, какие-то стороны личностного развития, душевного развития, чувственного развития, ценностного, которые можно получить через опыт художественно-творческий. Поэтому, как там дальше будет разворачиваться, дело неизвестно, но может быть как раз надежда на то, что широкое волонтерское движение при поддержке специалистов в какой-то степени, что оно будет поддерживать и как-то заменять вот это почти исчезающее общее художественное образование. Да, я вам очень благодарна, потому что это очень важно, то, что вы сказали. Без искусства мы вообще как бы сейчас не видим пути вообще проникнуть к подросткам и к их проблемам. Но искусство и работа в социальных проектах, то есть работа вот с людьми, с особенностями, с пожилыми людьми, это вообще последние средства, которые остались для того, чтобы что-то могло случиться с подростками. Потому что, ну, как бы дети, они еще дети, и в них есть жизнь. Но с подростками случаются очень, все знают, какие неприятности, уход в виртуальный мир, наркотики, игры, компьютеры. Это все, что занимает их. И мы понимаем, что вот убийственное состояние эмоционально-чувственной и телесной сферы наблюдается. И больше того, вот наше наблюдение, что проникновение в интеллектуальную сферу, то есть изучение там математики, физики, химии, еще каких-то наук, оставшихся в программе, даже на том уровне, на котором это есть, это тоже как бы совершенно невозможно без того, что подключены эмоционально-чувственная сфера и телесная сфера. Во-первых, искусство. Во-вторых, вот эта социальная работа, которая, как вы совершенно точно сказали, прежде всего спасает самих участников. То есть не дает людям, которые это делают, самим застыть, уйти в нереальные миры. Потому что когда... Вот вы рассказываете про... Ну, что мальчик там стал сам держать. У нас был похожий опыт. Это есть такой интернат очень тяжелых деток, больных в городе Елать. Мы там очень долго, всю ночь готовили специальное помещение, делали декорации, специальный звук, специальное представление, связанное там с маленьким принцем и его историей. Там специальным светом сделали звезду. И тоже случилось чудо, потому что в конце этого представления мальчик сказал звезды. Он это сказал. Как бы все воспитатели не могли поверить, потому что он до этого никогда не говорил. И просто буквально несколько часов, проведенных вот в таких условиях, а еще наши ребята, вот почему как бы очень важно, что сверстники, они же очень чувствуют, даже если они не могут это профессионально никак выразить, но они прекрасно ощущают себя близко по возрасту, и они могут в прямом контакте, в непосредственном, что-то сделать с ребенком. Ну, мне как раз хотелось немножечко сказать, во-первых, о том, что современное искусство, оно тяготеет к самодеятельности. Если мы идем в театр, и хотим посмотреть современную постановку, то вот мы обязательно увидим интеракции, увидим что-то такое непосредственное, яркое, необычное. Это означает, что это искусство должно быть доступно. И вот эта доступность искусства, открытость к зрителям, к таким его малым потребностям, не к таким вот вещам для современной публики, для тех же самых подростков недоступных, оно должно зацепить современного зрителя. И вот современный театр, он это изучает. На деле происходит так называемый процесс взаимной инклюзии. Есть такой термин – прямая инклюзия и обратная инклюзия. Создается некая такая общность, которая занимается творческим делом. И творческое это дело, оно растет от самых истоков. Растет ли оно от истоков вообще культуры, возвращения к истокам, или оно действительно на стадии, такого социальной стадии искусства остается, когда все участвуют, и все создают этот творческий продукт. Этот творческий продукт – это, по сути, делала лаборатория культуры. Но со временем будут воспитаны на этой новой базе, возникнут новые имена, новые авторы и так далее. Но очень важно вот это социальное брожение, социальная активность. И вот сейчас время как раз такой социальной активности. Я думаю, что поэтому и инклюзивный театр стал, я бы так сказать, в авангарде. И мне кажется, все темы арт-волонтерства, арт-педагогика и так далее, их надо рассматривать в таком общекультурном контексте. Спасибо. Но я хочу встретить, Василий, к вам вопрос. Но ведь если мы посмотрим на те требования, которые к педагогике предъявляются извне, тенденция-то другая. В искусстве – да, в жизни – да. А в управлении педагогикой нет ровно наоборот. Списки обязательные для прочтения, набор задачек, которые должны иметь решение в конце задачника, превращение гуманитарного начала в набор знаний, которые никогда в жизни тебе не пригодятся, потому что так кто-то решил, потому что без этого якобы разрушится русская культура. Как с этим быть? Ну, значит, я бы сказал так. На самом деле те, кто говорит о вымывании, как раз говорят о списках. То есть когда говорят, что вымывается, это значит, что традиционное преподавание черчения или преподавание искусства по каким-то канонам или преподавание музыки – это не то, о чем мы говорим. Если что-то вымывается, то и слава богу. А теперь что, на самом деле, не вымывается? Вот то, о чем мы говорим, очень важно, мне кажется. Это то, что формально это называется дополнительное образование. ДПО, как правило, за деньги. А во-вторых, а когда школа вступает на этот путь, когда она дает как основное творческое развитие, она попадает в ходе противоречия с испускаемыми параметрами. Потому что она тратит на ученика больше часов, чем это предполагается нормативами, она занимается личностью, занятия личностью. Нет, вот сейчас мы говорим только о деньгах. Вот все это и про нормативы, и про сверху, и про платность. Не просознаю ситуацию в этой школе. Но если мы в какой-то момент перестанем говорить о деньгах, а станем говорить действительно о волонтерстве, например, о студентах всех вузов, не только педагогическим, которым надо обеспечить возможность работать в школе с детьми, и это можно сделать вам к той же самой преподготовке. При том, что, конечно, людям платить надо, учителям платить надо и все это, и так далее, и так далее. Но вот путь такой именно формальной государственности, часы в расписании, борьба за часы, значит, борьба за зарплату будем получать. Сегодня нужно бороться за результаты. В общем, в условиях сокращения возможностей дополнительного образования... Они растут, возможности дополнительного образования растут. Другое дело, что люди хотят получать деньги за это. Это две разных истории. Ну вот, а волонтеры, они вот почему-то... То ли не хотят... Люди больше не запросили денег. Оль, в чем это самое? Нет, проблема же очень серьезная, которая обсуждается. Школа действительно существует в чудовищных условиях. Школа вынуждена, ну, как бы, соответствовать требованиям. Эти требования часто противоречатся. Потому что мы здесь обсуждаем. Потому что педагог в этой ситуации только... Извините, я вас не перебываю. Просто выход только в том, что педагог, имея всю ту нагрузку, которую он имеет, все те проблемы, которые он имеет, он поверх этого может строить вот это все творчество и все остальное. Это речь идет только о добровольном абсолютно желании педагогов, педагогических команд работать вот сверх всего того, что требует. Ну, а это, как бы, не условия. Это то, что люди выбирают лично. Условия очень тяжелые для школы. Ну, если основной объем зарплаты у учителя уже стал разумным, при том, что он может работать и меньше, и на полную ставку, и получать тем самым меньше, не 80 тысяч рублей, а 50, то еще он может оставшиеся 30 тысяч бесплатно работать и не получать их, заниматься театральной педагогикой. Я понимаю, звучит достаточно жестко, но просто не надо абсолютизировать и говорить, что нам приказывают. Нам не приказывают. Мы решаем, что мы хотим все-таки получать достойную зарплату. Они несколько меньше. Вероятно, то, что суммы, которые вы называете, они Москвы касаются, наверное, в основном, да? Ну, вот здесь уже говорилось, что мы живем в Москве. Да, в провинции это будет, соответственно, 15 или 20 тысяч. Ну, вот, и то, что вы говорите, что должны быть те, кто хочет учить, и те, кто хочет учиться добровольно. Поэтому я и думаю, что в условиях платного дополнительного образования очень большие надежды именно на волонтерство, которое надо поддержать так-то квалификационно, что ли. Государство не сокращает финансирование дополнительное образование. Другое дело, что если ты спрашиваешь деньги с родителей, ты можешь получить больше денег, а от государства меньше. Действительно так. Родители готовы сегодня платить большие деньги за дополнительное образование. Если было бы общедоступное бесплатное образование дополнительное, то, конечно, необходимость волонтерства, она бы сузилась и специализировалась. А не надо ее сужать. Важно, что растет число людей и школьников, и студентов, и взрослых, которые готовы что-то делать на добровольных началах. Ой, а извините, можно я тоже вот такой вопрос задам, может быть, всем? Может, кто-то может ответить на этот вопрос? А скажите, пожалуйста, когда мы говорим волонтерство, вот где это волонтерство происходит? В безвоздушном пространстве? Ведь для того, чтобы реализовать какую-то волонтерскую программу, мы должны иметь помещение, да? Мы должны иметь не на зарплату волонтеров, но мы должны иметь какие-то средства постановки тех же самых спектаклей и так далее. Мы должны базу иметь. Вот как поддерживается это движение волонтерства на государственном уровне? Вот как? Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что учреждения дополнительного образования... Все будете за все государства отвечать. Да, да, да. Я вам так взял. Нет, ну, пожалуйста, в вашем институте, вот каким образом оно поддерживается, вот как, например, те же самые волонтеры должны прийти в учреждения дополнительного образования, особенно там, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас во всех учреждениях стоит пропускная система, да, вот паспорт. Вот как поддерживаются эти программы? В разных учреждениях по-разному. Вот одно из главных учреждений в той области, которую мы сегодня обсуждаем, это центр литерной педагогики. Там действительно сидит охранник на входе. Действительно нужно договориться о том, что ты придешь. Вот там создали замечательный джазовый ансамбль. Вот Александр Водянский руководит, там вот Яша Летучий, там Аня Кибрик. Они работают с детьми вот в этом джазовом ансамбле. В том числе одна девочка там, например, не говорит. Просто ни одного слова, да. Это профессиональные музыканты, некоторые из них профессиональные музыканты. Там есть у них один специалист СЦЛП, действительно. Вот. Но эти люди просто вот задались такой целью, они ее реализуют. И государство действительно их не поддерживает. Вот этот центр литерной педагогики существует действительно вот сейчас, в последнее время, ну за счет денег родителей, которые что-то туда платят. Значит, это такая есть форма. Что действительно есть государственная организация, есть частная, и слава богу. И я бы не говорил о том, что задача стоит в том, чтобы служать волонтерству. Это единственный выход из-за плохой позиции государства. Теперь, что касается тех или иных средств и тех или иных площадок, то школы Москвы, я уверен, большая часть этих школ являются замечательными площадками. И в смысле обеспечения материальной части для такого сорта деятельности педагогической, скажем как, театр. Давайте туда приглашать волонтеров, давайте они там будут работать. В том числе, скажем, из тех же самых театральных училищ, которые вот будут обладать профессиональным навыком. В том числе и ваших студентов, выпускников. Вам трудно прийти в школу и там поставить спектакль? Не трудно? Просто у вас нет детей, чтобы это организовывать где-то еще? Детей. Нет, вы знаете, это трудно. Прийти в школу и поставить спектакль – это трудно. Потому что, чтобы это сделать, какой-то человек должен решить, что он тратит на это, что он посвящает этому свою жизнь. Это во-первых. Из ваших. И из наших. Проблема была в том, что школа не готова к этому. Конечно, не всякая школа готова. Но большая часть московских школ готова к тому, чтобы пришли туда ваши школьники и там поставили спектакль. Вам это трудно, я понял. Но проблем при гадостивной школе нет. Мысль же в том, что есть препятствия, а не серьезные. Для того, чтобы, например, существовала такая профессия, арт-педагог, должен существовать профессиональный стандарт и учебный стандарт, который соответствует этой специальности и право организации выдавать диплом с этой профессией. Пока такого профессионального стандарта нет. и, соответственно, нет учебного. Поэтому это сложность. И вторая сложность... А кто мешает его сделать? А это вот... Ну как? Его надо сделать. Его надо сделать, но... Это, говоря формально, такой стандарт не нужен, потому что есть просто педагог, и в нем может быть такой профиль подготовки. И этот профиль подготовки, опять-таки, мы можем запустить и с этого года, и со следующего вместе с колледжем. Запустите. То есть, ну, вот надо, чтобы действительно кто-то из колледжа к нам приехал и договорился потом, как мы это будем делать. Мне кажется, да. Проблема профессиональных стандартов связана с тем, что они дают возможность человеку работать в своем качестве. То есть, если есть профстандарт арт-педагога, например, то уже, возможно, должность арт-педагога уже есть возможность работать именно в этом направлении, а не просто как одна из компетенций общего педагога. Арт-педагогика входит в нашу жизнь. Это совершенно очевидно. Так же, как входит волонтерство в целом, не только в области арт-педагогики. Не было это ценностью 10-15 лет назад. Сегодня это становится ценностью для нового поколения. Оно все более активно вовлекается в эти процессы. Слава тебе, Господи, что и в той сфере, которой занимаетесь все вы. Несомненно, это дает волонтерам, может быть, подчас больше, чем тем, кому они стремятся помогать, во всяком случае, не меньше. Другое дело, что мы не можем перекладывать на волонтеров систему. Волонтеры – это то, что помимо основного содержания. Они всегда исправляют то, что общество само, государство само не сумело выстроить в систему. Волонтерство всегда исключение из правил. Но чтобы было исключение, нужны правила. И эти правила должны быть изменены, потому что такие школы, как ваша, должны иметь возможность не только волонтерски, но и аркопедагогически действовать и иметь особые условия. Должна быть система исключения из правил. Потому что человек, с одной стороны, подчиняется правилам, а с другой стороны, он и есть главное исключение из всех правил, что и ваша практика подтверждает. Спасибо вам большое за этот разговор. Со зрителями увидимся в понедельник на канале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова